еще раз всем приветик обещала исполняем небольшая пересадочка на самом деле небольшая сегодня у нас такой загруженный день был вообще и отправляли посылки получали и в общем так видео снимали больницу ходила но в общем дело было много очень так что если кто сегодня не успеет посмотреть уже поздно будет посмотреть посмотрите завтра ну так получилось тем не менее обещаю обещание свое сдерживать так давайте сначала поговорим о грунте что с грунтами какие у меня сейчас на сегодня так я уже сажал именно во что сажал которая показывала вчера папоротник один ну и деленки у меня там сидят значит прежний этот огородник торфе раховой его уже использовала вот раз заходили не было и брала вот такой грунт хорошо хорошо для цветов и комнатных растений на 10 литров переворачивать сейчас надо вот вверх посмотрел здесь наведи видно нет но в общем он не хуже чем ну как сказать просто привыкла я вот к огороднику да но он ничем не хуже единственно здесь вот этих ниточек или веревочек что ли побольше а так но в принципе не хуже составу ну и сюда же добавляла такой агро перелит для всех он известен вот последние пересадки 2 цветов у меня использовались вот эти вот три составляющие еще я брала но я таким пользовалась раньше он трофейной кстати вместо вот этого нужно взять вот это вот такой вот грунт мне он нравится хороший но он разный там идет мне я брала не для парня ну ну вот это вот этот называется вот такой на основе торфа но и ну не совсем легкий если стофовом смешать то вообще будет здорово и вот такой вот вчера взяли я таким пользовалась еще жиль, когда мы в Бейске он немножко ближе к огороднику по составу я не буду его сейчас открывать в общем можно еще вот такой применять вместо огородника ну это я для себя так решила вы решайте для себя сами, какие грунты у вас продаются, подбирайте экспериментируйте, ну если не получается что-то, ну а если же растения растут хорошо в каком-то определенном, то не стоит экспериментировать вот сейчас я поуберу все ручнее ну вот, вот этот грунт у меня намешан уже вот из тех трех составляющих что я вам сейчас показала из первых, да? да, торф гарант огородник 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 раньше был грунт гарант давно-давно я помню его покупали вот значит вермикулит ой, перлит и вот видите эти попадаются вот в этом новом который я показала забыл уж как назвать его ну, который я показала хорошо хорошо вот он в принципе такой рыхленький тоже я не сегодня замешивала правда я вот когда последний раз делила папоротники и мне там не хватило на один я замесила прям целый вот таз и у меня просто мешком закрываю этим пакетом чтобы он не пересыхал и он у меня стоит я даже не знала я хотела завести прямо при вас ну, сунула носом а у меня тут готовое все ну, с одной стороны и хорошо в принципе потому что и время и еще будем замешивать не один раз разные грунты и все на свете думаю, не последний раз ну, в общем вот так вот мы сегодня посадим немножечко вот две ходочки посадим сейчас прямо сразу возьму так, мне надо, наверное вот сюда перевеститься как обычно пересадим вот эту лозочку которая с широким листом видно потому что она у меня падает опять у меня как только начинается падать у меня психоз начинается у меня земля везде сыпется думаю, ну, надо пересадить надо пересадить хотя вот в принципе корневая ну, есть, видно ее все ну, могла бы еще даже потерпеть видите ну, все стакан переворачивает тут падает он в последний раз упал даже я не промыла путем все в земле только полы помоем пойдут что-нибудь полить или поправить обязательно грохнется что-нибудь насыпется эта земля я не знаю может у всех так не только у меня так сейчас мы ее пересадим собственно говоря перевалим так помочек наш уберем этот пенопласт старый вот ну, корешки хорошие нормально так же все посыпаем сюда а они же ломкие некоторые вот это особенно и так жалко будет если листья все переломаются красота 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 что можно сказать вот такой что душу радует греет ой сегодня получила свою ну, как хотелочку дорогущую шикарную так счастлива не стала снимать времени нет потом подрастет подожат очень благодарна если меня хозяйка смотрит я благодарна ей очень и за подарок конечно тоже ой теперь мы помоем потом все обращайте внимание вот теперь как красиво стало не будешь падать ну, теперь там конечно не будем ну, все прям вообще извалялась вся так следующее поэтому я хочу подвесной я у многих вижу вот эту хойку она ну, на опоре я им название не скажу подождите скажу полинейра вьетнам тоже но она еще комплекс или как это называется у меня она пошла расти вот так мне нравится что он ампелем растет у меня все ампелем растет практически так что я решила подвесной горшочек посадить посмотрим как дальше будет пока еще не сильно большая подождите да я посажу ее потом мне очень она нравится она мне была ну когда-то до переезда и вот тоже вроде бы еще могла бы посидеть ну падаем падаем прям сильно падаем то есть вот грунт этот я проверила на своих все деленочки папоротника у меня все дали корешочки все ростики дали вот этот я показывала кто он скажи ты же знаешь все названия и все про тебя сказали ты больше меня знаешь нет не верьте да я шучу так вот видите даже еще еще могла бы да себе ну не могу больше все валится листья ломаются черенок один на продажу сделала не потому что вот ради денег а он он не отломился ну ладно что теперь поделюсь красота у нас сегодня такой день был теплый от вечера и стало прохладно так вот две ходечки у нас еще будут пересадки мы с вами еще много много насадим сейчас будем пробовать закручивать вот это вот все в этот горшок муж говорит нет ты что не получится давай попробуем ну поломаем просто навтыкаем этих палочек они дадут все равно рост ну так тоже не годится он вообще когда-то мой был у Шпановой мне присылали у меня напольный был такой напольный горшки как назвать на ножке такой шикарный шикарный это у нас микросором уже какой-то ну будем пробовать сейчас что у нас выйдет я же обещала микс пересадку малинка того другого третьего тут еще у меня даже вермикулит который мне нравился нет вообще сейчас не покупаю вермикулит потому что тот который сейчас у нас продают им только забивать весь грунт не беру все появится не появится хороший не знаю пока вот приспосабливаюсь к тому что есть исчезло одно появляется другое это просто закон жизни одни двери закрылись другие открылись поливал недавно мокрый так ну что ж пробуем пробуем так так вообще проволочки не нужны были но не приготовили подожди не 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 лезь сейчас может не выскочит он не такой уж прям немножко гибкий все равно сейчас мы все сделаем если будет выскакивать будете такие пересаживать ну проволочками какими-то длинными что то что криво не важно нам сейчас главное посадить его а он выровняется нарастет сейчас вот из этих как полезут полезут новые и все заполонит горшок он выровняется весь то что сейчас криво это ничего страшного мы не знаем с какой стороны подойти чтобы видно было вроде ничего не выскакивает все равно мне кажется надо будет придавить нет не надо все сделаю руками если нужно было я тебе сказала не не надо так маленько так утрамбовываю вот вон они лезут везде уже давно пора надо пересадить вот так ну вот и славно сильно здесь не стало придавливать чтобы не сломать новые эти улиточки видите торчит она сейчас он пойдет расти вот а ты спорил со мной да я не спорил да ты спорил не получится у тебя у нас все получилось криво ничего выровнится еще хочу пересадить перевалить вот это антуриум девчонки мне многие пишите что это спотифилу ну честное слово ну это не спотифилум это антуриум вригадный уже много много пописал их очень ну не так много но есть разновидности я говорю я бы даже хотела еще приобрести не мыла его на пыль не весь вот я его получала просто листик был укорененный около года он сидел у меня я думаю ничего не будет ну как с листа то а видно правильно было отрезано с почечкой и вот вырос у меня теперь уже три года это антуриум я взяла чуть-чуть побольше мне писали девочки тогда что не надо его часто пересаживать но я чувствую что ему плохо тесно конечно тесно да корни так и должны быть вот и решила вот чуть-чуть побольше горшочек такой взяла я помню показывала такие горшки да мы давно его покажем мы там еще на той же ого скресила ну в общем вот такой вот даже тренаж не буду сюда класть потому что объем не очень большой и это заполонит очень быстро вытаскивать даже даже не знаю что с ним ну-ка вылазька хотелось вылезти ну вылазь не любят антуриумы любые антуриумы не любят пересадки надо аккуратно прямо все вот видите как я же чувствовала что пора пора пересадить зажатые корни ну как бы нормально но все равно пора я говорю всегда на интуитивном каком-то вот таком чувстве что раз и надо пересадить полить переставить другое место ну в общем все так все уберу я у корешочки мы не повредили все нормально так эту грязь мы подвинем вот какая корневая ой прям я так его люблю вообще обалденный прям такое украшение интерьера дорого так смотрится так ставим прям чуть-чуть маленько забудрится не думаю что я вреда ему это сделала что перевалило совсем кружочный горшок уже люсенька дочь потом у тебя пригласим звезда пусть корни новые наращивает поверхностные воздушные его иногда удобряю и то это знаете показывала кстати где она у меня есть сухой удобрение нет вот я ему удобряю там где-то в пакет на балкон из трех букв что ли нет в коробке с удобрением когда вспомнил это уже давно было под стеллажом вот красота и последние что мы сегодня посадим не пересадим а именно посадим три сингониума я их никогда не укореняю в воде срезаю просто поставила обычно отрезали сразу сажаю в грунт так на мой взгляд они быстрее укореняются и меньше болеют так часто у тебя не были в воду я просто поставил там не стояла кстати у меня беда кто есть скажи филобендрон гигантом варегатом ушел зелень я резала его резала бесполезно зеленые все потом ну ладно потом давайте посадим так стаканчики в грунт сразу это для такого стаканчики а потом пересадить можно не надо большую среду укорениться здесь корневую нарастит и пересажу побольше что в ведра сажать для укоренения что поспорим нет я не могу со спецом спорить я не спец что умею то и делаю так забыла как это называется говори как называется сорт а это я не знаю у меня сингоневы очень сильно пострадали пока я болела поэтому все по новой так но весь красный есть сейчас с прозеленью так дальше вот этот три короля почему-то запоминающийся оказался вот и в мешок ставлю их и под лампу они быстро быстро буквально за неделю кроме того вот сейчас которые будем сажать тут долго укореняют тут кстати в воду вообще лучше не ставить он загниет и все холодное сердце или как он называется почему у него и цена высокому что он сложно укореняется я вот как бы советовала в грунте укоренять его не в воде вот этот вот я его отрезала и сразу по грунту буду сажать выкинуть выкинуть так еще столько мешок потом тоже и под лампу все я помолодила свою кусту не теперь новый растет это уже новая верхушечку отрезаю посмотрим как укоренится может два посадить один горшок вот вот нравится он мне безумно нравится вот сингонимов море море просто вот это мой самый любимый не знаю почему какой-то вот он благородный какой-то вот не знаю шикарный ну вот ребятки мои друзья хорошие все наверное на сегодня сейчас уберем все ну все друзья посмотрите на нашу работу вот две хоечки они сразу преобразились правда да тебя спрашивала ну я как бы уже я шучу вы не думайте что я ругаюсь шучу но у нас шутки всегда такие так три сингониума на укоренение мешок я их конечно определю под лампу так один папоротник с закорючкой был там я кто-то из Одессы спрашивал как закручивать ну это мне не мохнатый получил вот как корневище но закручивать пришлось как бы вот спрашивали меня ну пожалуйста посмотрите как я это делала вот красавчик стас вот сразу преображаются растения мне кажется стоят такие вот какие-то несчастненькие пересадежи ну и наш антуриум красавица переливаются листья даже неопрыски ну как он глянцевый такой лист у него шикарные растения конечно ну да залазь давай идти быстрее 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 я сейчас Люся скорей занимай место скорей большие растения уберу потому что мне кое-что еще нужно вам сказать рассказать на вопросы кое-какие ответить и я вот эти вот уберу пока ну а теперь немножко поболтаем значит так первое кто меня дважды уже там спрашивала Диной Эдуардовна значит проблема у вас с адаптацией магазинов папоротников я почитала у меня кстати есть видео где я рассказываю что делать Люся вот коза драная они так и будут у тебя падать так я же мешок их поставлю ну ладно извиняемся вот ну ну почитала я во-первых я не знаю где вы взяли это ну хотя это ваш выбор что нужно их пичкать всякими кто там есть то они я уже забыла чего там перечисляли ну корневинами там всякими ну во всем на свете вот вот занимаюсь растениями с девяносто седьмого года основываясь только на свой личный опыт конечно я читаю литературу изначальные книги читала потом интернет все равно смотрю читаю у кого как ну в общем а в итоге я все равно поступаю по своему купили папоротник в магазине во-первых смотрите чтобы они были не залиты изначально в магазине если он будет залит ну сложно его будет адаптировать человеку который этого не умеет делать и пичкать всякими вот этими спасательными средствами я не буду их называть ну вы указываете их там я бы не советовала никому дело конечно личное поступать со своими цветочками как вы хотите но если вы найдете кого-то блогеров вот вообще по-моему по папоротникам уже тьма отмущая и не только блогеров вообще как бы почитать в интернете много информации есть но опять же каждый это дает информацию только под себя вот на своем опыте как у него это все происходит у человека климат все на свете вот я остановилась на том что не покупать залитые папоротники ни в коем случае стараться все же вот ну как-то стараться в день привоза их покупать или чтобы они в магазине постояли хотя бы недели две и только тогда посмотреть стоит его покупать или нет там уже видно что от него остается через две недели от любого цветка не только от папоротника вот что купили вы его если он нормально все принесли домой поставили его на самое светлое место но только не на солнце но желательно на окно вот смотря опять же какой папоротник вы купили все разновидности все адаптируются по-разному некоторые вообще невозможно адаптировать поставили в какой-нибудь горшок на светлое место и просто поливаете не пересаживаем пока не пойдут новые вай это так делаю я как вы все будете делать это ваше личное дело честное слово но я не могу помочь во-первых не видя растения что с ним происходит можно же я говорила вы многие так делают в контакте в группе в одноклассниках скидывайте мне фото и там я уже если я могу и помогу расскажу в чем проблема они в виде растений вот чернеют есть они чернеть могут от перелива от всяких ваших вот этих вспомогательных элементов которыми вы пытаетесь спасти растения от чего угодно от холодных сквозняков может оно еще в магазине он начал чернеть вы не обратили внимание в общем есть еще одно видео смотрите внимательно вообще плейлист целый посвящен папоротникам можно сесть просто к кино посмотреть может что-то полезное взять для себя еще отвечаю на ваш вопрос или как назвать я не удобряю папоротники я не вру я их не удобряю просто априори почему потому что не считаю это нужно абсолютно не считаю они растут но у меня по крайней мере так растут как мне нужно с такой скоростью и у меня был очень печальный опыт лет наверное 20 как раз назад ну может чуть меньше я удобрила все папоротники у меня была тогда в основном большая коллекция нефролеписов платицериум кстати был обычный ну в основном да нефролеписы тогда редких то еще было совсем негде взять но тем не менее сортов наверное 17 у меня было я их все сожгла муж вот не даст соврать слабым слабым раствором удобряла я их все сожгла и с тех пор я залеглась удобрять папоротники для меня проще поменять грунт поменять ну не знаю пересадочку сделать ну как то что то сделать обновить все поделить ну в общем вот так вот я правда не обманываю я папоротники не удобряю какие растения я удобряю я об этом говорю я не скрываю ничего абсолютно мне иногда даже пишут зачем ты всем все рассказываешь ну не знаю мне даже ответить на это нечего не знаю делюсь тем что знаю если я кому-то помогла ну я только рада зачем мы на этот цвет приходим надо помогать друг другу лучше всего чем гадить вот ну в общем я вкратце наверное ответила если что то кидайте мне фото в личку посмотрим что с вашим папоротником и ну вот этими всякими всякими запов все вылетает я бы не советовала пользоваться лицепинами и всем прочим папоротник это абсолютно вот такое нежное создание это не фикус это не это это очень нежно и корневая очень нежная и не смотря вот на некоторую свою мощь да вот листовую на самом деле они настолько нежные вот прям вы не представляете себе почему у меня многие спрашивали еще на стриме даже и тут многие почему нет платицериумов вы знаете дорогие экземпляры я даже не знаю как их можно в каком виде они дойдут у меня был такой в биске я его там оставила вот вот чтобы заказать такой я не знаю мне кажется он весь переломанный придет я боюсь честно если и настолько вот есть сейчас ну красивых папоротников вот интересных мне они как-то ближе может все равно когда-нибудь куплю хотя бы обычные в магазине ну пока как-то никак и и как бы получается что я же свою коллекцию восстанавливаю все по новой да ну практически кроме папоротников в основном ходят все по новой практически вот и конечно я уже деньги распределяю на что-то вот более для меня ценное и важное понимаете мне нравятся они очень нравятся мне даже и детки отделяла обычный самый обычный давно который я сожгла вот и вот был такой который дорогой но я его даже сюда вести он бы замерз однозначно даже но я не знала что у меня все замерзнет но мне кажется он переломался бы весь он просто большой весь такой его чуть заденешь он весь это ломается как он назывался я уже не помню ну пока вот пока не планирую честно пока вот в этом году вот сейчас вот заказала очень много ну не факт что все придет но если пятьдесят процентов расти не придет то хорошо я буду счастлива вот это стая я имею ввиду я имею ввиду папоротники что еще так про платицериум сказала ну вроде таких острых вопросов больше не было но если что пишите спрашивайте в комментариях я вам всем очень благодарна за комментарии когда я говорю есть обратная связь это очень важно тогда есть стимул дальше снимать ну в общем просто вот снимать работать что-то делать когда нет обратной связи вообще ничего не хочется ну я думаю что у нас с вами все отлично в этом плане конечно не каждое видео все смотрят кому-то цветочки кому-то еда приглянулась я смотрю делаем обзоры просто продуктов не потому что чтобы похвалиться а просто у нас же есть знакомые которые остались в нашем в том городе и вообще знакомые хотим просто показать как изменилась наша жизнь в лучшую сторону или в худшую в общем просто поделиться ну я считаю что наша жизнь изменилась в лучшую сторону несмотря на то что я вот болела всю зиму и сейчас отходила в больницу и в мае еще ходить но тем не менее мне лучше здесь и спасибо докторам которые мне помогают я просто не с кем поклон вот в общем все все здесь собрала ну все наверное будем заканчивать такая вот у нас сегодня небольшая беседа небольшая пересадочка сейчас мы посильнее становимся будем делать их почаще всех вас очень очень люблю ценю всем желаю здоровья счастья и самых-самых красивых цветочков и самой-самой вкусной еды и самого теплого солнышка всем пока всем пока субтитры Продолжение следует...